Серьезно? У вас провод не сгорит нахрен? Ну вот так вот, мне кажется. Давайте попробуем сразу. И не отходя от кассы, у нас еще ничего не горит. Но вдруг... Вообще, техно-пикник удается, я смотрю, прям на славу. Привет, с вами Лосиком. Поздравляю вас с успешно профуканным летом. Остались буквально последние деньки августа. И я, как, собственно, человек, не очень любящий пикники, все-таки выбрался на это мероприятие, но сделал это не просто так. Я решил, ну что такое пикник? Ну приехал, пожарил шашлычок. Вот, кстати, посмотрите, вот так вот никогда не делайте. Ну приехал, ну посидел, ну забери мусор-то, черт возьми. Я взял с собой всяких игрушек своих любимых. Ну это там GoPro, тут у нас коптер, конечно же. А вот эта коробка, это охренеть. Сегодня у нас с вами будет умный пикник, парни и девчонки. Я набрал кучу всяких вещей, которые действительно сделают наш пикник необычным. И сейчас мы все это достанем, посмотрим и шашлычок зажарим. Поехали. Я на самом деле даже не знаю, что мне тут парни надавали. Здесь просто, что это? Сонар? Сонар. Мы будем рыбу ловить, окей. Это знаете что? Это мангал. Но это не просто мангал. Это гриль и возможность заряжать свои девайсы. И он на дереве. То есть мы кидаем туда дровишки, жарим мясо и параллельно заряжаем свои девайсы. Знаете, я действительно не знаю, что там. Колоночка. А нет, это не колонка, это аккумулятор плюс фонарь. Какая-то китайская фигня и тут все по-китайски. Я даже не знаю, что это. Это что? Можно я это распакую прям при вас? Вау! Да это же знаете, что такое? Это фонарь, который сам заряжается по USB, я так понимаю, с аккумулятором. И у него есть еще USB, который заряжает. Вау, тут даже схема есть. Смотрите, как все это. Все. Вот так это выглядит. Круто. Здесь церковь, что ли, какая-то рядом? Нет, вообще походу по рынде кто-то бьет. Может быть это, знаете, зомби на еду. Иду, идут, знаете, на обед. Что-то у нас много всяких ништяков. О, это, блин, у нас вообще не очень солнечная погода, но тем не менее, это батарея на солнечном питании. А, еще одна батарея. Power of sun. Круто. Едем дальше. Вау! Забудь о топливе. Готовь еду быстро. Заряжай свои девайсы. Я думаю, она недорогая. Горелка-зарядка туристическая. То, что можно положить себе в рюкзак и с ней отправиться в путешествие. У нас тут еще что-то есть. Охренеть! Термоэлектрический генератор. Да, смотрите, нам тут уже нарисован дядя с фонарем. Соответственно, ты на газовой горелке варишь себе кашу и заряжаешь свой айфон. JBL, который что? Почему нам его положили? В чем его прикол? Аааа! Splash proof. То есть, если сейчас пойдет дождик, который только недавно закончился, то эта штука может в воде работать. Ну, как бы не совсем в воде, но не боится брызг, это хорошо. Нет, не все! Черт возьми, зачем так много? Ааа! Это очень крутая штука. Так, я ее отложу. О чем я говорю? GPS inside. Маленький трекер, который позволит вам не потеряться или не потерять своего ребенка, например. Приехали на пикник, сунули ему в карман и вообще не паритесь. Ходите там, своими делами занимаетесь. Такой, ааа, где же мой ребенок? Посмотрел, а он уже на дне реки. Черный юмор, ладно. А вот это мне понравилось. Почему? Потому что это внешний аккумулятор с MagSafe для MacBook. Наконец-то все, все. Сейчас я это все распакую и вам покажу, что это такое. В чем прикол, а главное, мы с вами выберем нашего любимца, что нам понравилось больше всего. На пикничок я приехал на Toyota RAV4 в максимальной комплектации. Почему? Потому что Toyota дала мне ее на тест-драйв. А поскольку Toyota сказала, ну расскажи про нее хоть два слова. Сейчас вы посмотрите, как я ехал на пикник. И я расскажу вам об этой машине в двух словах. Всю неделю собирался, была отличная погода. И тут на тебе, дождь. Я надеюсь, когда мы приедем, он закончится. Расскажу вам немножко о RAV4. Это уже вторая машина, которую я взял на тест-драйв. Первая была дизельная. Мы на ней ездили в Нижний Новгород на Alfa Future People. 500 километров туда, 500 обратно. За эту тысячу, во-первых, и машину можно понять. Во-вторых, она показала себя очень хорошо. Комфортно, экономично дизель. Но это была средняя комплектация. Мне захотелось посмотреть, что у них там в топе. Это бензин. 2 литра, 150 лошадиных сил. Могу сказать, что этого мотора в целом достаточно для подобного класса автомобиля, наверное. Потому что RAV4 в свое время фактически создал нишу кроссоверов. Вот так вот. Хотя к RAV4, честно вам скажу, я раньше относился несколько предвзято. Потому что принято считать, что это женский автомобиль. Хотя лично я не сторонник разделения гендерного автомобиля. Потому что ты такой весь едешь красивый на Porsche Cayenne. И тут в сторону смотришь, а там девушка на Porsche Cayenne Turbo S. И ты чувствуешь себя сразу немножко некомфортно. И, вы знаете, я уже эту мысль озвучивал. Но я ее повторю. Когда ездишь на автомобиле определенной марки, модели. Ты начинаешь обращать на улицы внимание на точно такие же. И я посмотрел, кто ездит на RAV4. РАV4, знаете, бортанов, можно сказать, большинство. Итак, мы с вами сворачиваем в лес лесной. Здесь у нас будет пикничок. Мы решили, что так будет прикольней. Окей, ладно. И несмотря на то, что RAV4 называется паркетником, он достаточно проходим для таких не очень злых оффроуд-историй. В целом чувствует себя комфортно. Вау, какая яма. У меня сейчас впереди сложный оффроуд-отрезок. Не то чтобы непроходимый, но непонятно. Поэтому у меня есть передняя камера, которую я включаю. И аккуратненько еду и вижу, цепляю ли я носом землю для того, чтобы оторвать молдинг нахрен. Не, не цепляю. Смотрите-ка, аккуратненько. Ничего страшного. Проходим. Проходим. Вообще. Ну, я говорю о том, что это все-таки, конечно, не оффроуд. Но если есть какая-то хрень, то ее можно проехать без проблем. Я понимаю, что будут комментарии. Я тут на своей девятке проеду. Ну, как вам сказать? Ну, такое. Аккуратненько. Оффроуд. Полный привод. Главное, днищем не приземлиться. Вообще изи. О, да тут прямо-прямо мангал даже есть. Тут народ, я смотрю, подготовился. Красота. Только мусора много. Почему за собой не убирают? Блин, мне это бесит. Даже детские игрушки какие-то валяются. Приступим к пикнику. Машиночку по такому случаю надо перепарковать, мальца. Во время зомби-апокалипсиса очень важно держаться воды. Зомби не умеют плавать. Сдаем назад и уходим на середину реки. Вылезаем на крышу и там можем жить. Мы знаем, что со спины к нам никто не подползет. Точно? Вот теперь мы готовы к пикнику. Первое, с чего мы начнем наш техно-пикник, это с приложения против комаров. И оно, ну, какое-то такое, наверное, более-менее. Тут чувак пишет, мне помогло, все работает, оно бесплатное, поэтому я его качаю. И мы сможем отгонять комаров. Потому что мне, например, уже все ноги сожрали. Комаров мы отгонять еще не начали, но рекламу уже посмотрели. Конечно, вот эти фришные приложения. Хорош, меня уже съели. Закончись. Уймись. Ну, хрен его знает. Может быть, будет работать. Сейчас увидим. Я ничего не слышу. Ну, красота же. И я считаю, что это не то, чтобы девайс будущего, но вещь крайне-крайне занята. Ха! Победа! Как игрушку достать? Знаете, машинку, например. Не так очевидно, как хотелось бы. Ей! Достаточно тяжелая штука. Здесь больше ничего интересного нет. В которую кладутся дрова. Вот сюда. Соответственно, здесь мы жарим мясико. А, вот он, USB-шечка, смотрите-ка. Вот она, USB-шечка, от которой мы будем заряжать наши девайсы. Есть ощущение, что вот она работать точно должна. Черт! По-моему, эта штука призывает комаров. Пацаны, вообще, ребята, положили сюда USB-фонарик. Чтобы вы вечерами не грустили. Я хочу мясо есть, а голодный. И должен стоять и крутить вот эту штуку, серьезно? Это специальная хреновина, которая цепляется вот сюда. И, соответственно, можно дровишки вот сюда класть и их потихонечку туда подпихивать. Инструкция вещь. Очень странная фигня, по первому ощущению. Тут вот есть решеточка, но у нее нет никакой ручечки. Непонятно, вот мясо я сюда накидал. Допустим, приготовил. А дальше как я его должен снимать? Также здесь есть какая-то фигня типа клапана, которая, видимо, позволяет как-то раздувать, не раздувать. В общем, конструкция не то, чтобы очевидная, скажем так. Сюда забрасываем дровишки, сверху кладем мясо, втыкаем USB и все работает. Do it yourself. Значит, как рубят дрова. Многие считают, что нужно пальцы убирать, ноги. Все это не то. Рубить надо с колеса. Знаете, как это делается? Значит, смотрите, показываю. Ладно, все хихоньки-хахоньки. Что-то не как Капитан Америка в Мстителях. Сейчас в комментариях напишут, что я кривой, косой. На самом деле... У меня руками не секси. Мы же на YouTube снимаем, правильно? Когда снимаешь на YouTube, не надо делать правильно. Надо делать эффектно. А-ха-ха! Просто голыми руками разрываю поленье. А-ха-ха-ха! А-ха-ха! Почти. Я, значит, привык к жидкости, которая с дырочкой. Ты можешь так... Тут у нас есть специальная дырочка, куда мы, собственно, можем это сделать. Тут тоже польем. Оп! Гори ясно. Давай-давай-давай-давай. Лучина какая-то получается. Вот он, огонек. Черт! Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Мы в тебя верим. Процесс. Конечно, очень приятно. Ты весь такой техногик. Всякие телефоны, всякие компьютеры. Ну, что ты не горишь, ни хрена. Я медитирую. Гори. Комар. Бумажки, конечно. А-а-а! А-а-а! Твою мать! Разгорись уже, алло. Может быть, инструкцию спалить? Ладно. Там есть, на самом деле, стартер-пак. Мне кажется, он не просто тогда так положен. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Горит! А-а-а! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ни хрена тут жар пошел! Охренеть, парни! Такой маленький огонек. И такой офигеть эффект. Мы, конечно, туда налили жидкости. Пол баклажки, но тем не менее. Я уже готов есть мясо. Пока у нас там все это разгорается. Большей степени чадит, но ладно. А я хочу посмотреть колоночку, потому что мы с вами решили комаров отгонять. О, она такая няшная прямо. Смотрите-ка. Тут у нас в комплекте USB какой-то. О, длинный доставок. Прям такая, знаете, вкусная. Да. С двух сторон. Можно класть, можно ставить. USB-зарядка и AUX, если вы хотите подключить ее через провод. Режим спаривания. Да. Вот она обнаружилась. И теперь мы можем через нее музончик гулять. Что мы ставим? Конечно же, вот этот трек. Вау! И как по заказу, колонка, которая не боится брызг, и пошел дождь. Пока внезапный дождь мешает нам, наконец-то, приготовить им мясо. Что еще я есть так хочу? Я же вроде нормально позавтракаю. Мне нравится вот эта штучка, которая называется аккумулятор плюс LED-фонарь. По моему лицу видно, что я просто в восторге от того, что происходит. Так, это какая-то штука нам не нужна. Вау, какой фонарик. Input, output, power. А, это не фонарь-фонарь, в смысле, ну, прям, чтобы светить, как прожектор. Это именно просто маленький фонарик, который вы можете вот так вот, соответственно, output-input, то есть вы можете их несколько сделать, а вот в этой коробочке я буду Нострадамусом, предсказываю здесь провод. Точно. Здесь у нас USB большой, а здесь у нас micro-USB, да. И вы, соответственно, покупаете, не знаю, двадцатку таких фонарей, на веревке развешиваете их по периметру, и у вас будет все это гореть. Но мне интересно, можно ли от него заряжать айфоне. Тестируем систему. Ничего не происходит. Заряжать телефон от этой штуки. Комар, уйди. Ну, ничего такой секси. Вопрос цены. Я, кстати, не знаю, сколько все это стоит. Потом в описании посмотрите. Почитал на коробочке, написано 13600 мАч батарейка, но он даже не весит на эти цифры. Здесь, ну так, тысячи три-четыре максимум. При этом, правда, здесь есть несколько режимов работы. Я нагнал, смотрите, есть поярче. Вот такой вот стробоскоп и некий средний уровень. Написано, что 100 часов работает, то есть повесил и забыл. И написано, что он все-таки портативный аккумулятор, то есть он должен заряжать телефон. Но то ли лыжи не едут, айфон заряжаться совсем не хочет. Следующий девайс, который мы с вами заценим, это снова фонарик. Но теперь я знал, что это, в общем-то, по идее, не очень яркий фонарь. Но он выполнен в таком более, скажем так, классическом стиле. Я бы даже сказал ретро. Это что, ножки? А, окей, это ножки. У него есть встроенный USB провод. Его можно подзаряжать. Я так понимаю, вот, вы знаете, тут сделано по уму. Вот тут чувствуется, что ребята подзаморочились с точки зрения дизайна, возможностей и так далее. Как он у нас загорается? Вот так вот. Здесь какая-то кнопочка красная. Непонятно, зачем она нужна. А-а-а! Security mode. Здесь крепление на подвесе. И вот здесь полтора ампера зарядка для айфона. Давайте протестируем это. Блин, мне тут конец. Ну давай, ты хоть не подведи нас в фонаре. Вот у нас. О, заряд пошел. Вот эта штучка работает, показывает battery level, запряженная из коробки. Это очень приятно. Не очень яркая, но, наверное, внутри, где-нибудь в палатке, как ночничок или просто как некая такая штука, вполне себе окей. На турбо-режиме проработает 5 часов. В лоу-режиме 48 и в среднем 12. Похоже это на 250 линей? Непонятно, что это сверху за байда, за чем она крутится. Семен, Семенович, я понял, что это за байда. Это динамо-машина. Во-первых, свет. Во-вторых, зарядка для айфона. Ничего не понятно. Написано, одна минута. Крутить, чтобы появился свет. Замечательно. А чтобы зарядить полностью аккумулятор. Но, тем не менее, наверное, если вы сидите в палатке, а к вам забрался медведь, у вас села зарядка, и вы хотите позвонить не для того, чтобы вас спасли, а просто пообщаться напоследок со своими родными, то вы можете немножко наяривать вот на этой машине. В общем, из всех, что мы сейчас видели, девайсов, вот этот, наверное, самый зачетный. Правда, мы видели еще далеко не все. Третье. Тут у нас есть два индикатора. Первое – это аккумулятор, непосредственно, который накапливает энергию. И второе – это индикатор, показывающий, что жара достаточно для заряда аккумулятора. Все включено, и я вот так вот простенько, вот так вот не напрягаясь, и… Заряжает. Ну, правда, аккумулятор был заряжен, поэтому понятно, что заряжает. Но главное – это вот этот вот индикатор, видите, на полторешечку. Да, горит, потому что показывает, что эта штука… То есть у нас тут прямо, ух, жар, жар идет, даже огонь пылает. Ну, вот мне всегда казалось, вот представьте, остановились электростанции, там все. Телефон же можно использовать, например, там, оки-токи какой-нибудь, я не знаю, еще что-нибудь. Но электричества нет, как быть? Ой, пожалуйста, от USB заряжаешь и не паришься. Красота! Единственное, что меня парит – это дождь. Когда ты закончишься, а? Что за фигня? Дай нам доснять замечательный пикник. Я же в восторге от того, что выбрался на природу. Есть у меня ощущение, что солнечные зарядки в этот раз снять не выйдет. Но если вам понравится вообще идея подобных внезапных кемпингов и технопикников и прочих тематических видосов, напишите в комментариях, поставьте лайк, и мы продолжим, и, конечно же, потестируем. А-а-а! Хорошая плывочная непромокаемая? А-а-а-а-а! Зарядка от мангала, от дров – это круто, но вот эта вещь вообще классная. Кладешь на солнечное место и заряжаешь, как царь. Причем у нас есть поменьше, побольше. О-о-о! Это не просто солнечная зарядка, это еще и крутилочка. Сейчас мы узнаем, насколько это реально работает. Тут же все указано. Это вообще мега-девайс. Погнали, открывайся, коробочка. А-а-а! Фонарик! А-а-а! Еще фонарик! Это зачем? А-а-а! Еще и красным горит. Зачем красным-то? Красным. Как хышник. Еще и панель для зарядки от солнца. Полтора ампера, опять же, зарядочка. Я думаю, что здесь есть некий аккумулятор. Да. Ну, просто потому, что он полностью заряжен. Сложно. Но, опять же, есть некая крутилочка, которая, во-первых, фонарик, а во-вторых... Мне нравится, что здесь встроенный USB. Вообще, я обожаю ребят, которые думают о том, что они делают встроенный USB, чтобы мне не париться, чтобы мне не надо было таскать с собой какой-то micro-USB адаптер. Вот, все, пожалуйста, я вставил в, не знаю, любой обычный адаптер от телефона и заряжаю. И солнечная панель, и крутилка, и фонарик, и еще даже карабинчик есть. Соответственно, я могу это все повесить. Вообще огонь. Я вам так скажу, это какой-то заговор. Дождь идет уже полтора часа, и явно не собирается останавливаться. И вторым гаджетом, который нам сегодня пригодился, стала машина. Потому что в ней классно пережидать дождик. И замечательная крышка багажника, которая позволит мне рассказать вам о следующих девайсах. Меня интересует вот эта фигня. Почему бы не посмотреть, как она сделана, может быть, по уму. Меня, конечно, знаете, парит, когда такие суперутилитарные вещи делают из какой-нибудь глянцевого пластика. Смотрите, китайцы что творят. Зачем эта штука? А-а-а. Хи-хи-хи. О-о-о. О чем я вам говорю? Чертов кусок алюминия. И все, что нам нужно для жизни. С одной кнопочкой. Заряжен на чуть больше, чем 50%. Здесь начинается немножко китайского шика. Зарядок хреново-тучи. Микро-USB на USB. Блок питания. Вот, собственно, самое ценное. Это MagSafe 1 и MagSafe 2. И, собственно, вилочка. Давайте попробуем MacBook зарядить. Мне кажется, в этом весь смысл. А-а-а, я понял. Все, я врубился. Смотрите, что происходит. Мы с вами берем. На конце они все одинаковые. Для того, чтобы вы могли через вот этот провод, судя по всему, насадить любой коннектор. То есть, который вам подходит в данном случае. Это, я так понимаю, зарядки под разные компьютеры. То есть, тут, наверное, даже написано, да, ACB и так далее. Рюкзак немножко промок. Кстати, один раз я его с дуру оставил на даче. Под таким дождем рюкзак стоял всю ночь. В нем лежал MacBook. И вы можете представить, насколько это было стрёмно. Вот так вот открыл, руку засунул. И понимаю, что он сухой. И все с ним хорошо. Вставляю один конец сюда. Не тот конец. И еще разик. Питание пошло. Красненьким загорелось. Но то, что красненьким горит, это как бы ни о чем нам не говорит. Давайте посмотрим, заряжается ли MacBook по-настоящему. Да, заряжается MacBook. 18 тысяч и ровно миллиампер часов. Та-дам! Вы знаете, она действительно, она, ну скажем так, не совсем в тон MacBook. Он более такой матовый. Это какая-то с поверхностью, с текстурой сверху. 66 ватт часов. А тут какая батарейка? Не-е-е. Об этом ма-питание. Да, этой штуке хватит, чтобы полностью перезарядить 15-дюймовый MacBook Pro. Хорошая вещь. Еще один девайс, который есть ощущение, мы сегодня не сможем протестировать. Это вот этот вот сонар замечательный. В общем, у меня есть резиновая лодочка. Можем как-нибудь на середину реки или озера отправиться и посмотреть, что же это за девайс. Вот это самое странное, на самом деле, хрень китайская. Тут вот, если по спецификациям пробежаться, там написано 2.7 TFT, Android iOS, что-то такое microSD. Что же это такое? Ну? Я догадывался. Я уже когда читал, догадывался. Это чертова камера. Это чертова камера. Вау, какая она китайская. Фу, отвратительная китайская камера. Запаковываю обратно. Убираю. Фу, гадость какая. Фу, пойду руки помою. Может, я зря, конечно, так предвзято отношусь. То есть, тут написано, что Super Wide Optical Lens 1.8F, 165 градусов F. Может быть, она стоит недорого. Напишите в комментариях, интересно ли вам было смотреть вот про такие китайские камеры. Ну, типа аналоги GoPro, я так понимаю. Она и по дизайну похожа. Хрен знает. Мне, честно говоря, не очень интересно. Я считаю, что есть GoPro и есть вообще все остальное. Пишите в комментариях, насколько это вам было бы интересно. GPS Smart Tracker. Маленькая такая штучка. Достаточно такая здоровая. Производитель считает, что вы ее на ключи крепите. И все, вам больше ничего для жизни не надо. Не очень понятно, как эта штука будет работать. Тут есть какие-то заглушки. А-а-а-а. Серьезно. Это GPS, GSM, GPRS трекера SOS. Малый размер и вес. Высокая точность за счет применения GPS и А-GPS позиционирования. Двустороннее голосовое общение через сети сотовой связи. Вот зачем здесь кнопочка телефона. Теперь понятно. Он что, разбирается, что ли? Серьезно? Его раскручивать надо, чтобы снимку засунуть? Короче, вещь, судя по всему, толковая. Потому что долго работает. GSM, кнопка SOS, возможность даже позвонить. О ней, я думаю, расскажем отдельно. Но на пикничок такую штучку брать... А что-то у меня пара резерта идет. Что, я похолодала, что ли? Что за пикник такой? Расскажем отдельно, потому что для детей прям must-have. Серьезно. Ребенку куда-нибудь на штаны повесил, и все. Он в случае чего не пропадет. Заряжай свой девайс от тепла. Это котелок, в котором реально, видимо, можно варить кашу. Или что-то в этом роде. Ага, 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 все понятно. О, переходничок сразу на микро-USB, лайтни... А, нет, стоп. Мини-USB, микро-USB и 30-пиновый старый коннектор. Да факт, парни, 30-пиновый коннектор это очень старая хрень, это уже не актуально. Котелок. О, еще и, смотрите, походный чехол положили. Ну вообще, блин, вот это крутая штука. Я прям в предвкушении. После использования оставьте немножко воды, пока индикатор зарядки не погаснет. Я так и планировал сделать. Зачем об этом говорить, серьезно? О-о-о-о-о! Это мудро, хорошо, это мудро. Смотрите, вот такая фигня. Мы ее сюда втыкаем. На другой стороны. Да. И, собственно, чтобы не близко к огню было, у нас есть вот такой вот здесь жаропрочный, я надеюсь, кабель. И удлинитель, чтобы можно было заряжать девайс вот на таком расстоянии от непосредственно котелка. Есть крышечка. И смотрите, как ручки сделаны фантастически. Может быть, это, конечно, сейчас мейнстрим, я-то не знаю. Но я такого раньше не видел. Раз, и у тебя ручка. Раз, и все это убралось. И они там писали, что как-то вот так надо сделать, чтобы эта фигня вот здесь в ручке была. Пошли, потестим эту штуку. Зарядка, зарядочка. Допустим, я собираюсь сделать кашу. Можно решеточку? Позиба. Позиба. Серьезно? У нас провод не сгорит нахрен. Ну, вот так вот, мне кажется. Давайте попробуем сразу. Может быть, сразу можно. Давайте, не отходя от кассы, у нас еще ничего не горит. Но вдруг. Нет, пока не заряжает. Как это, пума называется? Вода начнет булькать, и тогда все заработает. И ждем, наверное, пока вода закипит. Итак, что мы с вами сегодня выяснили? Во-первых, наверное, не стоит ехать на пикник, когда по прогнозу дождь целый день. Во-вторых, самый классный девайс. Он тот мерзнет. Крутая, но она стоит дорого. Но есть вот такая вот маленькая фиговина. Смотрите, что она умеет. Зачем вы опять ее прикрутили-то, демоны? Та-та-там. Это вставляется сюда. Вот так, так, так. Можно заряжать свое устройство! Но вот эта штука, как походный вариант, мне кажется, наиболее интересной. Поэтому, ну, суть по тому, что она сейчас самоет к хренам. Я расскажу о ней тоже отдельно. Напишите в комментариях, насколько вам было бы это интересно. Я думаю, что да. Я об этой штучке обязательно расскажу. Потому что непонятно, заряжает ли она действительно девайсы и с какой скоростью. Потому что просто зарядить, ну, как бы показать, что девайс заряжается, это одно. Но сколько потребуется ресурсов, чтобы зарядить телефон хотя бы на 10%? Вот в чем вопрос. Ну что ж, друзья, это был вполне себе техно-пикник. Пикник ни хрена не удался. Во всех смыслах. Толком не посмотрели ничего. Но на самом деле, главная задача была рассказать вам о том, что такие штуки вообще существуют. Имейте в виду, что технологии развиваются настолько быстро, что еще вчера, ну, я, например, не мог представить, что есть кастрюля, от которой можно заряжать телефон. А сегодня на, и такая штука существует. Мангал, на котором мы жарим мясо и заряжаем, опять же, девайс. Пожалуйста. Многофункциональный фонарик с панелью солнечной, с динамо-машиной. И это тоже очень здорово. Ну, собственно, нас тут уже смывает окончательно. Дождь не то, что не собирается заканчиваться, он только усиливается. Поэтому, вот, собственно, у нас здесь. Давайте проверим, может быть, эта бубулька наконец-то заработала. Ну-ка, ну-ка, бубулька, покажи, что ты умеешь. Я в тебя, например, верю. Давай. Ха-ха-ха, заряжает. Серьезно, заряжает? Еще раз, может, на ней поверят. Бубуль-кастрюля. Заряд пошел. Правда, было 20, стал 19, ну ладно. Вот это все, что, на самом деле, действительно меня радует. А, там красный огонек горит. Ага. Собственно, когда горит красный огонек, видимо, это степень зарядки. И сейчас один, когда будет весь, можно будет заряжать по максимуму. Круто! Это здорово! Собственно, если вам понравилось, ну, мы пошли на прям фактически жертвы. Если вам понравилось, пишите в комментариях, может быть, вы хотите продолжения. О чем еще интересного стоит рассказать. Ставьте лайки и до новых встреч. Пока. Ну, я, конечно, о нескольких штуках, которые мы сегодня скипанули, я расскажу отдельно. Помните, мы с вами обсуждали, что в рекламных видосах обязательно будет упоминание, что это рекламный видос, на правах рекламы. Если вы сейчас пойдете в описание, вы там такого упоминания не увидите. Почему? Потому что я решил съездить на техно-пикник, обратился к моим друзьям из Mad Robots, говорю, дайте мне девайсы всяких прикольных. А они дали. Поэтому я оставлю описание на сайте, проходите по ссылочке, читайте там все главные вещи. Ну, и ссылочку на Mad Robots в описании тоже найдете. То есть здесь ни о какой рекламе речи не идет, мы просто решили немножко промокнуть, черт возьми. Субтитры сделал DimaTorzok